МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Президент США Дональд Трамп призвал Китай заключить торговую сделку до окончания его первого срока, пишет Курсив Кейзет. Он сообщил в Твиттер, чем Китаю грозит затягивание сроков. Трамп сказал, что в случае его победы на выборах 2020 года соглашение окажется гораздо жестче для Пекина или вообще не будет подписано. Стал известен план экономических реформ, которые Владимир Зеленский намерен провести на Украине. О предстоящих изменениях рассказал замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук. В своем интервью «Блумберг» он рассказал, что Зеленский хочет провести приватизацию госкомпаний, в том числе почты, банков, железнодорожного оператора. Это должно быть сделано при содействии МВФ. В первую очередь проданы будут банки, сообщил политик. Президент хочет также сократить дефицит бюджета, отменить моратории на продажу земли. Смогут ли иностранцы покупать землю, будет решено после переговоров со Всемирным банком. Кроме того, Зеленский планирует заключить новое соглашение с МВФ. Агентство «Спутник» сообщает. Национальная палата предпринимателей «Атамикен» считает недопустимым дальнейшее увеличение нагрузки на бизнес в виде 5% обязательных пенсионных взносов работодателя и выступает с твердой позицией по пересмотру данных норм, заявила заместитель главы НПП Алена Романова. Ранее Минтруда и соцзащиты объяснил, что с 2020 года работодатели из своего кармана будут перечислять в единый накопительный пенсионный фонд взнос в размере 5% от дохода сотрудника. В НПП считают, что это создаст серьезную дополнительную нагрузку на работодателей в размере от 500 млрд. до 900 млрд. тенге в год. Эта цифра сопоставима с бюджетом госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» за 5 лет. В НПП считают, что повышение нагрузки приведет к уводу в тень как реальных зарплат, так и занятости. Кроме того, дополнительная нагрузка отразится на стоимости товаров и услуг. Около 150 тысяч госарбайтеров работают в Казахстане. Из них и стран Евразийского экономического союза в республике трудится около 30 тысяч человек, сообщает Курсив КИЗ. Иностранцев, которые прибывают в Казахстан на работу, можно условно поделить на три категории, сказал исполняющий обязанности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и соцзащиты Ерлан Райганиев. Во-первых, по его словам, это иностранная рабочая сила, которая привлекается в рамках существующей системы. Согласно ей, работодатели должны получать разрешение на привлечение рабочей силы. Вторая категория – это люди, которые трудятся в домашних хозяйствах у физических лиц. И третья категория, которая называется трудящиеся стран Евразийского экономического союза. В основном экспаты привлекаются в сферы, в которых нет квалифицированных местных специалистов. Объем услуг по ремонту компьютеров, бытовых товаров и прочих предметов личного потребления за январь-март 2019 года достиг 10 миллиардов тенге. Это рекордный показатель. Рост за год составил сразу 25%, говорится в исследовании Финпром КИЗ. Половина объема услуг пришлась на ремонт компьютеров и периферийного оборудования – 5 миллиардов тенге. На втором месте находится ремонт коммуникационного оборудования. Объем услуг по ремонту бытовой техники составил 1 миллиард. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова